В этом видео мы расскажем вам о новом декомпрессиметре от Aqualung i200. Это простой в использовании интуитивно понятный двухсмесевой компьютер в форме наручных часов. Прекрасно подойдет как для новичков, так и для более искушенных дайверов. Комплектация. Сам декомпрессиметр, инструкция по эксплуатации, в том числе на русском языке, брошюра по приложению DiverLog, памятка безопасности, карточка быстрый старт, защитный экран, ключ для крышки батарейного отсека и удлинитель ремешка. Перед отправкой с завода-изготовителя компьютер переводится в спящий режим, который позволяет подлить срок его хранения перед продажей до 7 лет. Для активации прибора необходимо одновременно нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопки Select и Advance. Если компьютер активирован, вернуть его обратно в спящий режим можно только на заводе-изготовителе. Прибор оснащен контрастным, хорошо читаемым дисплеем. Четыре металлических кнопки управления. Хорошо развлечимый красный световой индикатор. Прочный эластичный ремешок. Крышка батарейного отсека, которая открывается специальным ключом. В данной модели предусмотрена возможность самостоятельной замены батареи. А здесь порт для подключения USB интерфейса. Итак, основной режим на поверхности это часы. На главном экране отображается время, часы, минуты, секунды и день недели. На альтернативном экране дата и температура. Переходим к настройкам. Здесь можно включить дополнительное время, если вы находитесь в другом часовом поясе. Оно будет отображаться на основном экране, рядом с основным временем. Дальше идет таймер обратного отсчета. Секундомер. Будильник. Меню настроек времени. Дата. Формат времени. А здесь можно выбрать время, какого часового пояса будет отображаться как основное. Время второго часового пояса. Текущее время. Год и дата. А теперь переходим к экрану режима Dive на поверхности. Для этого нажимаем и удерживаем кнопку Mode режим. На нем отображается время, проведенное на поверхности, содержание кислорода в смеси, в данном случае у нас воздух, и номер смеси. На дополнительный экран выводится информация о последнем погружении. Но он сейчас у нас пустой. Во втором дополнительном экране время суток, температура, высотный уровень, если мы находимся выше уровня моря. Дальше идет время до полета и счетчик десатурации. Режим планировщика погружений. Процент кислорода, его специальное давление. Журнал погружения, но тоже пустой. И переходим к настройкам. Настройка содержания кислорода в дыхательной смеси. Настройка звуковых сигналов и уведомлений. Уведомление о глубине погружения, о времени погружения, об уровне насыщения азота, достаточного времени погружения в парфессиальном давлении кислорода. Дополнительные параметры, утилиты. Активация при контакте с водой. Единицы измерения. Глубокие остановки. Остановка безопасности 3 минуты на 4 метрах. Факторы консервативности. Подложительность работы подсветки. Частота сохранения данных. Дальше идет выбор режима. Мод. Можно установить режим дайв, измеритель и фридайв. Раздел общей истории по окружению. Также пустой. И, наконец, информация о компьютере. Его серийный номер. В следующем ролике мы проведем испытание 200 под водой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...